С какими проблемами предприятия региона сталкиваются в условиях экономических санкций, выясняют депутаты Законодательной Думы. Особое внимание к тем, кто снабжает край продовольствием. Делегация Краевого парламента побывала на Хабаровском масложиркомбинате. Крупнейший на Дальнем Востоке производитель соусов выпускает 265 тонн продукции в месяц. Это почти в три раза больше, чем 30 лет назад. Перспективы предприятия в репортаже Татьяны Репиной. Надев белые халаты и бахилы, депутаты Законодательной Думы во главе с председателем Ириной Зикуновой отправляются в производственный цех МЖК. В резервуарах, уже готов знаменитый провансали, осталось расфасовать продукт по упаковкам. Партия майонеза уйдет в местные магазины, кафе и рестораны. 60% соусов, которые выпускают предприятия, забирают эти потребители. В этом году масложиркомбинат расширяет географию поставок. Уже заключили договор на сбыт своей продукции. Теперь соусы от МЖК появятся на полках еще в одной крупной торговой сети в 76 регионах страны. А вот поставлять местный продукт в отдаленные районы Хабаровского края мешает отсутствие инфраструктуры. Лучше бы дороги делать. Лучше делать инфраструктуру. Вот газ провести. Мы сейчас о газе мечтаем. Сразу экономия с утраткой идет? Конечно. Электрическая. Сколько стоит у нас, Виктор Анатольевич? Поставили емкость? Два года. Два года. Не могут нам точку... Подвести кабель. Подвести кабель. Также в ходе экскурсии выяснилось, что у МЖК не хватает рабочих площадей. Недавно сотрудники отремонтировали небольшое помещение для изготовления сливочного масла. В магазины его поставляют под брендом «Молочный край». Остальную кисломолочную продукцию приходится делать в цехах по другому адресу. Гостям предложили продегустировать йогурты комбината детского питания. Вот наполнитель в детстве лежит. Наполнитель очень вкусный. Масло-жиркомбинат и комбинат детского питания готовы и к импортозамещению. Санкции не отразятся на производственном процессе. Сырье и машины по изготовлению продукта используют отечественные. Проблем с комплектующими тоже нет. В планах у предприятия нарастить продажи кисломолочной продукции. Нужно внимательно относиться и бережно относиться к нашим производителям, к тем, кто действительно вкладывает свой предпринимательский организационный талант в развитии реального производства, здорового, хорошего отечественного производства. По итогам встречи депутаты Законодательной думы Хабаровского края все пожелания взяли на карандаш и пообещали посодействовать в их решении.